Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. 15 февраля состоялось очередное заседание Совета городского округа. Повестка дня насыщенная. Главные темы, итоги деятельности Совета и администрации за прошлый год рассматривались во второй половине дня в ДК «Рассвет». Перед этим депутаты собрались на закрытом заседании. На том, какие решения были приняты утром, знают мои коллеги. Первая часть заседания Совета городского округа проходила в конференц-зале администрации без участия общественности. Всего для принятия было вынесено пять проектов решений. Все они ранее рассматривались на депутатских комиссиях. По первому пункту повестки дня предлагалось внести изменения в решение об установлении земельного налога. Это связано с получением городом статуса территории, опережающего социально-экономическое развитие. Предлагается освободить от уплаты земельного налога организации резиденты ТОСР в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестпроекта. По следующему вопросу начальник финансового управления Гульнара Кучербаева выступила о необходимости внесения изменений в бюджет. Согласно проекту, расходная часть бюджета увеличится на 22 миллиона 175 тысяч рублей. Деньги предусмотрены на ремонт помещения Центра молодежного инновационного творчества в ЦДТ, приобретение автобуса и юрт для управления культурой и иные нужды. На приобретение трех жилых помещений в соответствии с решениями суда гражданам, имеющим право на внеочередное получение жилья. Мы должны предоставить жилье до 36 квадратных метров на каждого. На сегодня стоимость одного квадратного жилья составляет 32 тысячи рублей. И стоимость трех квартир рассчитана в размере 3 миллиона 456 тысяч рублей. На сфинансирование под программой обеспечения жильем молодых семей из местного бюджета 101 тысячи рублей. Также предлагается выделить средства на укрепление материально-технической базы и на ремонт зданий образовательных учреждений в размере 6 миллионов 487 тысяч рублей. На укрепление материально-технической базы учреждений спорта, это Дю США и Вымпел, 3,5 миллиона рублей. Еще один главных вопросов – это утверждение плана очистки дорог в зимний период на текущий год. Проект представил заместитель главы администрации Юрий Куров. Согласно плану, теперь дороги в городе Кумертау содержат семь организаций. По итогам проведенных аукционов администрация городского округа заключила в декабре 16 и в январе 17-го года муниципальные контракты на уборку в зимний период 17-го года автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности городского округа со следующими предприятиями и организациями – МУПДОР, с обществами ограниченной ответственности «Стройтранс-М», Кургазинский завод нефтепромыслового оборудования, экологический форум «Колос», «Транспортник» и «Стройдорсервис». Проект принес с заполнениями по плану очистки. Определилась ей дальнейшая судьба бывшего терапевтического корпуса по адресу Лесная, 45. На сегодня он лишь частично арендуется индивидуальным предпринимателем. По решению депутатов, здание будет использоваться как проект лошеролерной трассы. Далее был объявлен перерыв в работе. 15 февраля отмечается День памяти воинов-интернационалистов. Памятные мероприятия в этот день прошли по всей стране. Кумертаусцы память земляков, погибших в Афганской войне, почтили в Парке Победы. Там впервые состоялся митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов. 15 февраля в России отметили 28-ю годовщину вывода советских войск из Республики Афганистан. Эта дата отмечается в нашей стране как День памяти россиянов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В среду около памятника прошел митинг. У памятного знака погибшим солдатам, выходцев из нашего города, собрались их родственники, братья по оружию, первые лица города, представители организации и жители города, чтобы почтить память тех, кто погиб вдали от Родины. Сказать благодарности тем, кто с честью выполнил свой интернациональный долг. Открыл митинг начальник отдела военного комиссариата Рамиль Харуддинов. Своей вступительной речью отметил, что кумертаусцы всегда будут помнить ребят, которые 28 лет назад не побоялись отдать свою жизнь, выполняя свой интернациональный долг. Вечная память тем, кто до конца выполнил свой интернациональный долг, но не дожил до этого светлого дня. Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнивший служебный долг за пределами Отечества, объявляется открытым. В память о молодых ребятах, не вернувшихся с войны, во время митинга почтили минуты молчания. Глава администрации городского округа Борис Беляев, выступая перед собравшимися, отметил мужество и героизм ребят, исполнявших свой воинский долг в горячих точках. И что для всех воинов-интернационалистов реализуется проект Музея боевой славы. Этот мемориал был создан буквально полгода назад. И это только первый шаг в реализации масштабного проекта Музей боевой техники под открытым небом. В течение ближайшего времени здесь будут размещены порядка 15 единиц боевой техники и составят собой целый мемориальный комплекс Парка Победы. Вспоминая о погибших, мы не должны забывать и о воинах, вернувшихся домой живыми. Ветераны горячих точек должны чувствовать поддержку, также отметил глава администрации. В завершении мероприятия у памятного знака воинам-интернационалистам были возложены цветы. Константин Меркушев, Владимир Кузьмин, телекомпания АРИС. Любви все возрасты покорны. Именно под таким девизом на стадионе «Шахтер» горожане отметили День Святого Валентина. Подробности в репортаже Константина Меркушева. 14 февраля по всему миру отмечают День Святого Валентина. Так звали священника, который в III веке, несмотря на запреты римского императора, обвенчал солдат и их возлюбленных. В Россию праздник пришел около 20 лет назад. В 2008-м у него появился конкурент – День Семьи, Любви и Верности. В память о православных святых Петра и Февронии. Но Валентин не теряет популярность. Большинство россиян считает себя влюбленными. И каждый третий мечтает отмечать 14 февраля. Это тот праздник, который отмечают с детства, еще в школе пишут в Валентинке. Так что, хороший праздник. В этот день на стадионе «Шахтер» горожане признавались друг другу в любви. И даже мороз и сильный ветер не помешал влюбленным выражать свои чувства. День Святого Валентина – это день всех влюбленных. Это наш день. Но у нас 14 февраля связано еще с нашей датой. Именно сегодня у нас с моей женой 10 лет отношений. Вот. В честь этого праздника я тебя очень сильно люблю. С праздником. Отмечающий этот праздник дарит любимым и дорогим людям цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки. Часто в форме сердечка, со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви. На мероприятии были и те, кто урожал свою любовь к нечто другому. Студенты Кумертаутского филиала Оренбургского государственного университета признались в любви к своему университету. Это не день, не просто день влюбленных. Также сегодня могут выразить любовь к близким, любовь к родине и любовь к своему учебному заведению. Студенты Кумертаутского филиала АГУ пришли выразить свою любовь к преподавателям, которые у них преподают. В принципе, ко всему студенческому сообществу нашего города, к молодежи нашего города и хотят пожелать всего самого хорошего. В конце мероприятия все пришедшие запустили в небо небесные фонарики в виде сердца. По китайскому поверью считается, что во время запуска небесного фонарика есть традиция загадывать желания. И якобы в этом случае небесный фонарик уносит с собой все плохое, открывая дорогу здоровью, богатству, успеху, любви. Три, две, МТУ, запускаем и загадываем желания! Ну что ж, всем огромное спасибо всем, кто пришли сегодня на наш замечательный праздник. Своего воздушных фонариков. Это последнее сообщение выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.